Я умею только читать колобок. Можно и учиться, и писать, и читать. Миша Боголюбов пока не знает буквы и цифры. У него, как и у 130 первоклассников 25-й Фосагры школы, впереди непростой путь по дороге знаний. Это потом он будет переживать за оценки, размышлять над выбором профессии. А сейчас, глядя на знаки отличия, такие же, как у старшеклассников, мальчик начинает понимать. Теперь он часть большой семьи Фосагра. Вчерашние малыши начинают новый этап своей жизни. Они становятся более ответственными, они становятся активными, они становятся более коммуникабельными, они становятся успешными в жизни, потому что в нашей школе это традиция быть самыми первыми, самыми лучшими, самыми активными. В этом году в 25-й школе почти полторы тысячи учеников. И вот уже 10 лет здесь работают Фосагра-классы для ребят, которые хотят связать свою жизнь с химической отраслью. Старшеклассники углубленно изучают профильные предметы – химию, физику, математику, информатику, активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, готовят проекты и исследовательские работы. Профильные классы, будущее для детей определяется уже со школы. У учеников Фосагра-классов много возможностей, и я хочу поучаствовать в активной жизни этого класса. На самом деле мощный толчок в учебе, потому что они нам заказывали репетиторов различных, помогали развиваться, особенно в физике и информатике. Мне это дало очень много знаний, но я на самом деле рад, что я попал в этот класс. Я думаю, что сдам все же на большие баллы ЕГЭ и поступлю в хороший университет. Директор школы Елена Теплова подтверждает, более 80% выпускников Фосагриков поступают именно в лучшие технические вузы страны, а потом приходят работать на предприятия группы Фосагра. Вместе с целевым направлением в университет выпускники получают уверенность в будущем. Они знают, что после освоения АЗОВ-профессии их ждут в компании. Руководители Фосагра довольны. Принцип школа-колледж-университет-предприятия работает эффективно. То, что компания Фосагра занимается школами, имеет большое и многоплановое значение. Все больше и больше ребят, которые заканчивают Фосагрошколы, идут в Фосагровузы, в высшие учебные заведения, прежде всего Петербургский горный университет, Ивановский химико-технологический институт, что уже напрямую влияет на приток новых кадров компании. Причем это не случайные кадры, это дети, которые с детства знают, что такое компания Фосагра и в хорошем смысле чувствуют ее присутствие в своей судьбе. Никита Стаценко, который сейчас трудится в отделе главного энергетика Балаковского филиала АО «Апатит», прошел этот путь от обучения Фосагра-классе до должности специалиста водооборотных станций. Молодой человек, говорит, чувствовал себя членом большой семьи Фосагра, еще учащийся в профильном классе, убедился в этом и позже. Ни на секунду, никогда не было сомнений, компания все это время оказывала всяческую поддержку, то на протяжении школьного времени, также и в студенческие мои годы, плюс я после университета пошел в армию, даже находясь там, компания звонила, узнавала, интересовалась, как бы старалась поддерживать, всячески способствовала моему, скажем так, ускоренному трудоустройству. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев отмечает, что молодые специалисты, которые прошли Фосагрошколу, оправдывают ожидания на все 100%. И в прошлом году, и в этом году приходят наши бывшие выпускники к нам уже на работу после получения высшего образования. Трудятся у нас уже больше 10 человек, ребята очень инициативные, тем более они знают, что такое Фосагра, да, и они уже как бы пропитались вот этой культурой нашей, поэтому мы очень ими довольны. Ждем в этом году тоже еще порядка 10 ребят, выпускников Фосагра школы, Фосагроклассов, ну и дальнейшего профильного обучения. В этом году корпоративной образовательной программе Фосагра исполняется 10 лет. Помимо Балаковской 25-й Фосагрошколы, эта программа охватила еще пять школ и четыре подшефных колледжа во всех регионах присутствия. А тесное сотрудничество с вузами страны позволяет ребятам выбрать именно ту профессию, которая будет востребована.